МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пухлые губы, большая грудь, осиная талия – это лишь малая часть тем известных стереотипов о женской красоте. Ни одна девочка не рождается с идеей «я должна быть красивая». Каждая из нас была счастливым ребенком, не имеющим понятия о красоте. Откуда же взялось недовольство нашей внешностью и вопросы? А я красивая? Способна ли я вызвать восхищение? И что мне в себе изменить, чтобы понравиться мужчине? Здравствуйте! Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак», я его ведущая Виктория Новикова. И сегодня мы поговорим с вами о стереотипах женской красоты. Хочу представить нашу первую героиню – это Софья Мустафина, студентка Казанского федерального университета Института социально-философских наук и массовых коммуникаций кафедры политологии «Мисс Казань-2016». Здравствуйте! Софья, ты представляла Казань на конкурсе «Мисс Россия-2016». Прошла сложный отбор и всевозможные испытания. Но интересно, в первую очередь, что тебя побудило принять участие вообще в конкурсе красоты? Именно в «Мисс Татарстан». Изначально я приняла участие в конкурсе «Краса студенчества Республики Татарстан» и стала первой красой студенчества. И Зольда Генрина пригласила меня на участие в конкурсе «Мисс Татарстан». Я завоевала титул «Мисс Казань». И уже после я отправилась представлять Казань на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия». Но там был очень сложный кастинг, потому что не все региональные победительницы прошли данный кастинг и смогли принять участие в «Мисс России». То есть это был отдельный кастинг, где приехали совершенно все девушки с разных уголков России. И вообще было 62 тысячи заявок. И из 62 выбрали только 80, а из 80 уже на финальном кастинге выбрали 50 человек. Ты всегда мечтала поучаствовать вообще в конкурсе «Красоты»? То есть что это для тебя? Какой этап твоей жизни это занимает? Именно в конкурсе «Мисс Татарстан» я всегда мечтала поучаствовать. И вот титул «Мисс Казань» для меня очень близок, и именно его я хотела получить. Мне очень приятен этот титул и очень близок ко мне. А в конкурсе «Мисс России», да, с самого детства я мечтала поучаствовать в конкурсе «Мисс России». Потому что с самого детства мы с мамой смотрели трансляцию по России и дальше по НТВ конкурса этого, а потом еще конкурса «Мисс Мир», «Мисс Селена». И я как маленькая девочка, мне всегда очень хотелось поучаствовать. Когда я была маленькой, меня мама всегда наряжала. Я всегда вставала под елку, пела песни на Новый год, на день рождения тоже. И вообще была таким очень озорным ребенком. Мне всегда нравилась красота, я всегда стремилась к красоте. И поэтому этот конкурс, он был для меня очень интересен. И «Мисс Татарстан», и «Мисс Россия» в дальнейшем. Софья, тебе всегда было важно, чтобы окружающие оценили твою красоту, чтобы они делали тебе комплименты? Мне всегда очень приятно получать комплименты. Я думаю, как и любой девушке. Но мнение окружающих, оно, конечно, важно. Но я не слежу за каждым мнением. То есть я такая, какая я есть, сама по себе. У меня есть свои идеалы красоты. И вообще красота – это очень субъективное понятие. Поэтому всем, наверное, не угодишь. Поэтому мне кажется, что самое важное – это оставаться самой собой. Но быть красивой – это важно. Но быть красивой не только внешне. Нужно быть красивой внешне и внутренне, как говорят все. Но это действительно так. Потому что если девушка красива внутренне, то она, конечно же, и будет внешне так же красива. София, вот ты уже немножко сказала о своем идеале красоты. Вот раскрой нам, пожалуйста, завесу тайны. Нарисуй образ красивой девушки, женщины, или, может быть, той девушки, на которую ты даже равняешься. По поводу идеала красоты. Но, как я ранее сказала, что красота – это очень субъективная понятие. То есть для каждого человека красивый человек – это абсолютно разные люди. То есть вот для меня красивая девушка – это прежде всего ухоженная девушка. То есть у которой красивые волосы, у которой красивое лицо, ухоженное. Ведь на самом деле для ухоженности не нужно каких-то очень больших средств и так далее. То есть я вот, например, из простой семьи. Но я всегда с самого детства практически, когда я училась в школе, я старалась ухаживать за собой. Мне нравились разные масочки. Я любила разные какие-то рецепты, такие народные рецепты. И я до сих пор всем этим занимаюсь, и мне это очень нравится. А идеалы красоты – ну вот я говорю то, что это девушка, которая прежде всего, она должна быть красивой, она должна быть улыбающейся. С ней всегда хочется поговорить, к ней всегда хочется обратиться. Вот для меня такая девушка – это идеал красоты, которая идет по улице, на нее хочется посмотреть. Возможно, она не самая красивая девушка в мире, потому что мы не можем определить самую красивую девушку. Но она просто идет, улыбается, она красива, она любит саму себя. И мне кажется, такая девушка, она всегда будет красива, и всегда на нее хочется посмотреть, и мужчины такую девушку будут обращать внимание. И неважно, каких она форм – 90-60-90, хотя я считаю, что это не совсем правильная, возможно, форма. Или чуть больше, или чуть меньше. Просто вот то, что она изнутри изучает вот свою эту красоту. Мне кажется, это очень важно. И, Софья, вот смотри, наша тема сегодня звучит как стереотипы женской красоты. Как ты считаешь вообще в наше время эти стереотипы, там, не знаю, длинные волосы, ровные зубы, большая грудь, ноги от ушей, они очень сильно уже как бы заелись в умы всех девушек? Или как вообще ты относишься к стереотипам? Стереотипов именно о, наверное, длинных волосах, бухлокубах и так далее, о губах, прошу прощения. Я думаю, что да, возможно, да. То, что у девушек сейчас есть такие определенные стереотипы, и я думаю, что это прежде всего связано с социальными сетями. В Инстаграм, ВКонтакте мы следим за девушками, которые, возможно, именно они пытаются нам навязать какой-то свой идеал красоты. И практически все эти девушки действительно с длинными волосами, с пухлыми губами, с пышной грудью и так далее, там, с осиной талии. Но это ведь не совсем верно, потому что каждая девушка, она красива по-своему. И вот еще раз я хочу сказать и для каждой девушки, и для себя еще раз подметить. С самого детства мне мама говорила, нужно научиться полюбить себя такой, какая ты есть. Нужно работать над собой всегда, нет предела совершенства. Но вот именно сейчас, какая ты есть, нужно себя такой любить. И вот когда ты себя полюбишь, тогда полюбит себя окружающий, тогда ты будешь красива. Поэтому я думаю, что стереотипы, которые мы уже с вами обсудили, они не совсем верны, так как любая девушка может быть красивой. Стоит только просто об этом задуматься, полюбить себя, раскрыть себя, и тогда все будет по-другому. Я думаю так. Софья, как ты считаешь, есть ли у тебя какие-то недостатки вообще? Да, конечно. У меня вообще много недостатков. Но именно во внешнем плане или... Ну, скорее, да. То есть во внешнем твоем, может быть, теле, лицо. Что тебя конкретно может быть не устраивает, и ты готова должна с нами этим поделиться? Конечно, у меня есть свои определенные недостатки. У меня всегда какие-то возникают проблемы. Во-первых, я думаю, что я должна ограничивать всегда себя в питании. То есть я вот не могу себе позволить постоянно кушать что-то сладкое или что-то вкусное. Но я это очень люблю. Но я не могу. Потому что я знаю, что если я буду кушать, я буду выглядеть не так, например. Или если я перестану ухаживать за своим лицом, возможно, оно у меня будет не такое, какое оно сейчас. Потому что я всегда стараюсь очень ухаживать за лицом, и за фигурой, и заниматься спортом. Но поэтому как-то, возможно, недостатки скрыть. Но, конечно же, они есть. Если я ничего делать не буду, они так и останутся. Если я буду кушать, если я буду любить сладко, и постоянно все-все-все такое. То есть постоянная борьба, как сказать, работа над собой? Работа над собой, конечно, безусловно, да. Именно работа над собой. И больше ничего. Вот нет предела совершенству. Мне всегда хочется, я всегда представляю себя еще более красивее, еще более интереснее. Но иногда мне не хватает, возможно, мне мешает лень. Иногда да, и я это не скрываю. Но нужно как-то с этим бороться. Я всегда об этом и девочкам, и своим подругам говорю. То, что, девчонки, все, идем в спортзал. И все. И идем. Вместо кино в спортзал. Ну, например. Ну, хотя бы такие элементарные вещи, но всегда почему-то лень, она нам мешает. А еще, Софья, ты можешь вообще выйти на улицу, не на крашеный? Как ты себя при этом будешь чувствовать? Да, конечно. Я вообще практически не крашусь. Вот если просто в университет или просто на улицу погулять, я вообще практически не крашусь, я себя отлично чувствую, мне все нравится. Я практически, ну вот вообще, то есть если только на сегодняшние мероприятия чуть-чуть подкрасятся, или еще на какие-то мероприятия, то да. А так, в повседневной жизни нет, все нормально. Хорошо. Хочу представить еще одну нашу гостью. Это Изольда Генриевна Сахарова, президент общественной организации МИС Татарстан. Здравствуйте. Изольда Генриевна, скажите, пожалуйста, вообще для чего нам нужны конкурсы красоты? То есть для кого и для чего они существуют вообще? Конкурсы вообще совершенно необходимы, потому что любой конкурс – это такой стимул для развития. То есть есть возможность сравнить себя с другими, в какой бы области это ни касалось. Что касается конкурсов красоты, то человек должен во внешних проявлениях быть красивым, быть приятным для окружающих обязательно. И если это умный человек, то для него, по-моему, стыдно быть неприятным для окружающих, потому что он сделать должен все для того, чтобы собой украсить мир. Жить в какой-то такой раковине и быть, значит, драгоценной жемчужиной – это, конечно, здорово. Но эту жемчужину может никто не увидеть и не понять, что она драгоценная. Поэтому я считаю, что нацеливать себя на то, чтобы быть комфортным и для окружающих убедительным – это очень важное качество, которое в себе нужно растить. И нужно ставить себя в ситуации, когда ты выходишь из зоны комфортности. Возможно, тебе удобнее сидеть дома перед монитором и быть очень умным человеком, начитанным, образованным и так далее. Но это комплекс, который нужно преодолевать. И нужно выходить в социум и не бояться этого, и быть уверенным, убедительным в своих внешних проявлениях. Поэтому конкурс красоты – это ступенька, которая необходима для девушки, я считаю. И совершенно здесь этого не нужно. И говорить о том, что девушки, знаете, они на самом деле либо кокетничают, либо говорят неправду. То есть когда говорят, ой, меня это не волнует. Я вообще очень умная девушка, я учусь, я наукой занимаюсь и все такое. Это кокетство и это неправда. А потом она сидит в социальных сетях и пишет какие-то неприличности в эти социальные, живет какой-то чужой жизнью, обсуждает, комментирует. То есть это не есть хорошо, и это не есть красота, которая требуется. Нужно не бояться, нужно выходить, нужно уметь в себе преодолевать эти комплексы, нужно совершенствоваться, нужно ухаживать за собой, нужно развиваться, нужно смотреть, что происходит в мире и быть искренним, по-настоящему человеком. Хорошо. По-настоящему красивым, соответственно. Изольда Генриевна, вот вы говорите о том, что, в принципе, нужно участвовать в конкурсах красоты, то есть нечего там сидеть по ту сторону экрана, да, и, может быть, как-то не очень хорошо отзываться об участницах, да, то есть можно идти, пробовать, не бояться, но в то же время тут подкрадывается такое сомнение, что, например, не все участницы, которые есть даже у нас сегодня в студии, если они придут на конкурс красоты, что они могут занять первое место. То есть не кажется ли вам, что есть какие-то уже стереотипы заложенные, да, какой должна быть эта мисс Татарстан, то же самое, да, то есть насколько именно стереотип вложен в понятие вот этого конкурса. Наверняка же есть какие-то критерии у тех же самых жюри, какая она должна быть мисс, ну, будем говорить даже о мисс Татарстан, потому что я не припомню, чтобы была девушка там с татуировками, да, когда у нее там рукав может быть набит, да, либо даже рыженькая. Была ли вообще в истории даже мисс Россия рыженькая девушка? Вы знаете, то говорят, то блондинок нет, то рыженьких нет, то еще какие-то вещи, то татарка обязательно должна быть, да, а все нет, все не так. Стереотип, да, и, значит, направленность конкурса и такие определенные установки, это совершенно разные вещи. Стереотип, мне кажется, это немножко нехорошо, да, то есть как бы потому что это, ну, вы знаете, мое мнение такое, оно может быть ошибочным или каким-либо другим. Я считаю, что прежде чем отрицать что-то, да, то есть нужно это понять, изучить, и как бы, и тогда уже ты понимаешь, есть ли у тебя право на то, чтобы отрицать и что-то предлагать новое. Потому что вот Софья тоже сказала такую фразу, вот любите меня такой какой-то, то есть я утрированно ее повторяю, вот такая, какая я здесь, вот такая вот, какая никакая. Есть общество, есть, естественно, принятые нормы в этом обществе, и, конечно же, значит, игнорировать эти нормы, да, то есть, ну, нужно хотя бы иметь на это право. Если вы игнорируете, то что вы предлагаете? То есть имеете ли вы право игнорировать, да, потому что если вы действительно настолько гениальный человек, как там Эйнштейн, например, то есть это вам попросит общество, да, оценит, и, возможно, вам даже будут следовать, да, потому что если эти самые стереотипы меняются, если появляется какая-то яркая личность, и ей начинают подражать. Поэтому, что касается, значит, вот стереотипов, безусловно, они есть. Они утрированные, возможно, но надо сказать, что не все так просто, потому что любой такой идеал красоты, он формируется как социальными, да, какими-то процессами, социально-политическими процессами, и, в общем-то, социумом формируется, и это, его формируют и условия жизни, да, и наше воззрение на жизнь, и культурологические особенности национальные или какие-либо, да, не все так просто. Кто-то что-то придумал, значит, показал, и вот все стали следовать. Поэтому это серьезные процессы, которые, в общем-то, исследуются, и какие-то, значит, теории предлагаются в этом смысле, или еще что-то такое. Что касается конкурса Миста Тарстан, и вообще конкурсов красоты, вообще приветствуется естественная красота, и это, наверное, то есть природу, как-то идти против природы, мне кажется, это нелогично, раз, и, во-вторых, природа редко ошибается. Поэтому, конечно же, конечно же, те каноны, по которым ведутся конкурсы красоты, они такие, в общем-то, мировые, да, то есть каноны, то есть и преследуются цели именно такой природной красоты, когда есть, безусловно, волосы красивые, ухоженные, безусловно, да, то есть никакие там челочки или еще какие-то вещи, да, то есть, ну, это возможно, но, как бы, поскольку девушки молодые, то есть здесь участвуют в конкурсах красоты, и это конкурс для молодых девушек, да, то пока еще как-то рановато, вы знаете, вот заниматься всеми такими экспериментами, которые могут привести не пойми к чему, в дальнейшем, в будущем, то есть влияя на здоровье, на вообще, то есть как будет выглядеть этот человек в другом возрасте, поэтому это очень сложно, то есть и татуировки расползаются, и теряют, значит, и еще что-то такое, да, и, значит, любая дырка на теле, она связана как-то с организмом, да, поэтому мы не приветствуем. Я, значит, совершенно против этого, да, хотя и более того, аргументом, наверное, может служить то, что нашей культуре это несвойственно, ну, несвойственно, абсолютно вот все, вся эта история, да, то есть если говорить о каких-то других, более того, если говорить о европейской культуре, и, скажем так, ну, может быть, аргументом для вас это послужит, то есть о европейской аристократии, то есть считалось это зазорным, дырявить свое тело, вы знаете, то есть это как бы считалось уделом малоразвитых народов, то есть вставлять кольца в нос или еще какие-то вещи, да, делать, но это позиция, позиция, значит, и, в общем-то, аргумент какой-то, да, я не говорю, что я истинно в последней инстанции, то есть это мой взгляд на вещи, и если кто-то меня в этом переубедит, возможно, я поменяю свое мнение. Ну, идеалы женской красоты в современном мире стремительно меняются, и рассуждать о том, прекрасно эти бьюти-новшества или нет, очень, ну, можно, в принципе, долго, да, и гораздо интереснее узнать, кто же создает эти стереотипы красоты и почему исследование им порой превращается в женщин в навязчивую идею. Ну, вот, например, ты, Элис, как ты вообще относишься к конкурсам красоты или было у тебя когда-то желание поучаствовать? Ну, как было уже сказано, любая девушка хочет участвовать в конкурсе красоты, это, я считаю, для самоутверждения, для чего-то такого. Вот, как так. Хорошо, а у тебя, например, Лисю? Хотела бы я участвовать в конкурсе? Не знаю, у меня мама с детства говорила, что я модель, вот, не верилась, не верилась, не думала, что я прям такая красивая и так далее, и так далее, вот, но я модель. И мне никакой конкурс красоты не нужен. Я такая, какая есть, в принципе, как уже говорила Софья. Как ты вообще себя вот нашла, захотела как бы жить в таком образе, в котором ты сейчас есть? То есть, может быть, иметь именно короткую стрижку, да, то есть, сделать так много тату на своем теле, да, вот, к сожалению, ты не можешь нам сегодня продемонстрировать, да, но я знаю, что у тебя вот как раз-таки ноги очень хорошо, как бы, разрисованы, много тату. У меня было, у меня были разные прически, как бы я не останавливаюсь ни на одной. Если, допустим, делаю одну короткую, да, ношу только максимум полгода. Отращиваю волосы, крашу в красный, крашу в черный, в белый, в разные цвета, вот, делаю новую татуировку, корректирую старые татуировки. Вот для меня нет ничего стандартного, я не останавливаюсь на одном каком-то. То есть, ничего постоянного, и ты постоянно хочешь свой образ... У меня есть постоянные татуировки, то есть, конкретно то, что я сделала, да, я их люблю. У меня одна, допустим, уже 6 лет, это максимальная татуировка, потому что в 20 лет я сделала первую. Вот. А зачем? Ну вот захотелось мне. Я не знаю, просто это такие глупые вопросы, постоянно говорят, зачем, а что ты будешь делать в старости? В старости я буду такая же... Потому что это все такие, ну, все вопросы такие задают. Вот. В старости я буду такая же, как все. Нет, но вы же себе задаете этот вопрос все равно. То есть, с какой-то целью вы делаете. Себе я не задаю такой вопрос. Зачем? Нет. То есть, вы не думаете вообще? Я не думаю, что у меня будет в старости, допустим, какая-то обвислая кожа и так далее. В старости она и будет. И ее обвислая кожа, и зубы там... Зубы там выпадут, или еще что-нибудь, еще что-нибудь, как бы татуировки были со мной. Возможно, к тому времени, да, то есть пересадку кожи придумают, еще какую-нибудь более такую... Если там, как говорят, обвиснет кожа, татуировки будут некрасивыми... Вы что-то делаете будете? Подтяжка есть в будущем, может быть, не такое. То есть, вы вмешательство своего организма считаете нормальным. Нормально? Нормально, конечно. Но вы рекомендуете быть всем, такими, как вы? Тогда ведь таких станет много, и вы свой эксклюзив потеряете. Вот как раз-таки я хотела об этом поговорить, о том, что у нас есть собственное модельное татуагентство, очень популярное в Татарстане. И очень... Я просто возмутилась, поэтому у меня сейчас такой комок горли стал. На самом деле, очень много заявок по поводу съемок и фэшн, то есть различные журналы, различные программы, телевидение и так далее. То есть очень востребованы тату-модели, неформальные модели. Ну, я не говорю про фриков, у которых очень много проколов и прочее, а вот именно татуированные девушки, то есть вполне очень даже в нынче в норме, очень актуальны. Вот. Возможно, возможно. То есть мы дискутируем, я говорю, что я совершенно не говорю о том, что мое мнение является истиной в последней инстанции, но я просто себя считаю достаточно информированным человеком, да, именно в области стиля, моды, красоты, и поэтому у меня есть основания иметь свое собственное мнение и его высказывать. Только и всего. Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак», и мы продолжаем говорить о стереотипах женской красоты. И хочу предоставить слово нашему эксперту, это Инна Михайловна Городецкая, кандидат психологических наук, доцент, бизнес-тренер, консультант. Вот, Инна Михайловна, вы услышали очень много интересного, то есть какие у вас мысли вообще родились по поводу нашего обсуждения вообще стереотипов женской красоты? Добрый день. Ну, на самом деле, действительно, очень интересное возникло обсуждение, и когда мы говорим о стереотипах, наверное, имеет смысл помнить, что стереотипы были, есть и будут всегда. Это особенность нашей психики, это то, что помогает нам жить, то, что помогает нам немножечко ориентироваться в этом разнообразном и таком непохожем каждый день на самого себя мире. И поэтому, конечно же, да, стереотипы есть, они работают, есть стереотипы женской красоты, есть стереотипы мужской красоты, есть вещи, которые или предметы, или объекты, которые нравятся всем, всем нравятся маленькие детишки, они все такие хорошенькие, симпатичные, милые. Бывают вредные. Бывают вредные, но всё равно их все сюсюкают, тискают, просто потому что это мило, это приятно. Есть милые, красивые женщины, обаятельные, брутальные мужчины, конечно, эти стереотипы совершенно согласны с Изольдой Генривной, когда мы говорим о том, что общество определенным образом диктует нам свои стереотипы. Когда-то, где-то, были модные женщины в теле, сегодня мы смотрим на стройняшек, и многие хотят быть такими же. Когда мы говорим о тех же самых татуировках, да, в одних обществах это норма, это принято, так должно быть. В других обществах, наверное, это чудо, на которое мы смотрим, и иногда, наверное, девочки на вас оглядываются, наверное, иногда рассматривают. И тут речь, наверное, тут речь в первую очередь, конечно же, идет о том, что красота — это, в первую очередь, гармония. Внутренняя гармония, гармония внешнего и внутреннего. И если человеку гармонично в своей внешности, ему хорошо, ему комфортно, то он эту гармонию несет и в окружающий мир. И да, мы говорили сегодня о тех же самых татуировках. Можно вспомнить Анжелину Джоли, которую многие считают идеалом женской красоты. Эта женщина татуированная, ей это не мешает. И в то же время это не означает, что всем теперь надо бежать и обязательно делать татуировки, такие же, как у Анжелины Джоли. Поэтому стереотип — это та вещь, которая, с одной стороны, помогает нам ориентироваться в мире, но, с другой стороны, может очень сильно помешать. Если человек пытается подгонять себя под определенные идеалы и стереотипы красоты. Иногда ведь бывает так, что совершенно справедливо говорят пластические хирурги. Человек считает, что все в его жизни изменится в тот момент, когда он поменяет себе форму носа или форму губ. Губы меняются, нос другой, а жизнь остается прежней, потому что внутри ничего не поменялось, потому что образ собственного я, как он был с некрасивым носом, так он таким и остался. И опять мы приходим к тому, что это гармония, это принятие себя, это общение с собой и это поиск того в себе, чем мы можем одарить мир, что в мире примут. И когда-то однажды Софи Лорен, ведь, по-моему, пришла первый раз на пробы, на студию, ей сказали, что ей многое надо изменить во внешности, если она хочет сделать карьеру. Она ничего не стала менять. Она изменила стереотипы, она изменила норму. И опять же, согласна я абсолютно с тем, что если личность сильная, яркая, интересная, то и норму можно поменять, и подстроиться, и еще следовать будут. Поэтому самое главное в стереотипе — это его осознавать. Человек становится в полной мере человеком тогда, когда он осознает, что с ним происходит. Если он неосознанно следует каким-то стереотипам, навязанным кем угодно, обществом, СМИ, соседями, подружками, ему будет тяжело достигнуть счастья и внутренней гармонии. Если же он осознает, что ему хочется, и он осознает, что да, вот у меня сейчас такой стереотип, я хочу вот именно так подкорректировать свою внешность. Или наоборот, я хочу поменять этот стереотип. Ну тогда это здорово, мы можем экспериментировать, мы свободные люди. Мне еще один момент хотелось бы тут прокомментировать, что ведь, если так подумать, человек — это вообще единственное существо на планете Земля, которое мнение о себе основывает на мнении других людей. И когда мы, мы еще когда маленькие, начинаем взрослеть, начинаем искать ответ на вопрос, кто я такой, мы смотрим на окружающих. Что нам мама сказала? Мама сказала, ты модель. Не верила, не верила, а потом поверила, и получилось. И на самом деле так оно и есть. Мама... У меня однажды... Я эту историю всегда рассказываю. Я однажды ехала в транспорте, и напротив меня сидит мама с маленькой дочкой. Девочка совсем маленькая, возраст 5-6 лет. Очень хорошенькая, очень миленькая, очень болтливая, со всеми общалась. И в какой-то момент мама начинает ее гладить по головке и говорит, «Деточка, какая же ты у меня хорошая, какая ты миленькая, умненькая». Потом поднимает глаза и, видимо, желая продолжить разговор, страшненькая только. Говорит мама мне, сидящей напротив. Вы представляете, что она только что рассказала своему ребенку? Возможно, девочке повезет, возможно, эта девочка сильная личность, и она вырастет, сама посмотрит на себя в зеркало, поймет, что не страшненькая, счастливая. Но если она поверит, то потом уже она просто не пойдет на конкурс красоты, даже если она будет подходить под все стандарты. Она так и не узнает, что она красавица, потому что иногда люди верят не зеркалу, не самим себе, они верят окружающим, а окружающие могут всякого наговорить. Инна Михайловна, а что делать с такими, так скажем, радикальными формами, не буду обижать феминисток, но тем не менее, которые отказываются от неких таких стереотипов, в том числе, что девушка может быть и не накрашенной, и можно за собой не следить, ищет во всем комфорт, и при этом она, может быть, даже мечтает найти себе прекрасного мужчину. То есть, что сделать с такими типами людей, так скажем, которые, наоборот, полностью отталкивают от себя все стереотипы, навязанные обществу? Психологических защит в мире много, и феминизм одна из них. Но это, опять-таки, это мое личное мнение. Когда стремление к прекрасному, стремление к гармонии, это ведь естественно для человека. Почему мы идем в музей, почему мы слушаем музыку, почему мы наслаждаемся красотой природы, потому что это гармония. Не все. Многие просто у компьютера сидят и ничего этого не видят. Они там какую-то, видимо, свою красоту находят в компьютере. Но так или иначе, все равно хочется красоты. Есть механизмы человеческого общения. И один из механизмов, он так и называется, реакция на внешность. Это означает, что мы хотим, мы этого не хотим. У нас так психика работает. Когда мы общаемся с человеком, который доставляет нам и эстетическое наслаждение, нам с этим человеком общаться хочется. А если мы видим перед собой человека, который, безусловно, умен, может быть глубоко интеллектуален, профессионален, но нам просто неприятно, потому что он неопрятен. Допустим, просто неопрятен. И у нас эстетическое наслаждение сменяется чувством некоторой такой брезгливости. Как побороть? Можно, конечно, но надо же сделать над собой усилие, эту брезгливость побороть, прежде чем начать понимать, сколько глубинна и красива душа этого человека. Я ни в коем случае здесь не имею в виду внешние особенности. Я имею в виду то, о чем вот начала говорить Софья. Уход за собой. Это ведь уважение к другим людям. Это ведь желание сделать так, чтобы другим людям было хорошо, комфортно и приятно. А мы живем в мире других людей, и если я мечтаю встретить замечательного мужчину, имеет смысл, наверное, подумать уважительно об этом мужчине и понять, что этому мужчине будет комфортно. И как этого мужчине рядом со мной, такой вот, очень сильной феминисткой, которая вообще не следит за своей внешностью, может быть, из любви к нему стоит полюбить себя, свою внешность? Ну, конечно. Я почему-то думаю, что у наших героинь, у тех, кто присутствует в нашей студии, и неспроста даже с нами не могут поделиться чем-то, но, тем не менее, я думаю, у них есть аудитория, те друзья, которые принимают такими, какие они есть, и вам комфортно. Только это я желаю, чтобы, наверное, все зрители, кто нас смотрит, они были в том образе, в том обличье, в котором им действительно прекрасно существовать в этом мире. И тут, наверное, главное, что действительно соблюдать эту золотую середину, чтобы и была гармония внутри собой, и хорошее отношение с теми окружающими людьми, которые есть рядом с нами. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо вам большое за эту дискуссию. Вы смотрели ток-шоу «Твердый знак», я его вела для вас Виктория Новикова. Увидимся с вами на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова